Здравствуйте! В эфире программа Лабиринт. Я ведущая Кристина Карула. В этой программе мы будем освещать вопрос о предотвращении самоубийств в Эстонии. У нас в студии гость, психолог, соучредитель НОСЦЕ. Это тренинги по саморазвитию в Эстонии. Тамара поможет нам разобраться в этой теме и ответить на все вопросы. Тамара, вы, наверное, знаете, что в сентябре в Эстонии отмечают Всемирный день по борьбе с самоубийствами. Это делается для того, чтобы вызвать побольше интереса к теме, к проблеме, от которой ежегодно погибает больше людей, чем, например, в ДТП и при пожарах. Как вы думаете, наверное, у людей все-таки не на пустом месте возникают мысли о самоубийстве. Что может приводить к этим состояниям? Здравствуйте! В первую очередь очень приятно, что меня пригласили. И я бы хотела отметить, что тема суицида – это такая большая очень тема. И занимается этим суицидология. Это наука. Она междисциплинарная наука. Однако, как я столкнулась лично с этим? Я 15 лет работала детским психологом. И у меня был один случай. Это был подросток, 15-летняя девочка с мыслями о самоубийстве. И это сподвигло меня узнать, прочитать, вникнуть в эту тему. И сегодня я постараюсь поделиться с вами этими мыслями, знаниями, которые я получила благодаря этому случаю. Естественно, случай был тяжелый, потому что сама мысль, что ребенок, у которого вся жизнь впереди, может думать о таких вот вещах, как покончить с жизнью самоубийством, меня очень тогда потрясло. И что я могу сказать о суицидологии? Это, да, вот именно то, что вы говорили, с чего вы начали, да, это вот профилактические меры. Суицидология старается понять поведение, да, суицидальное поведение, с чем это связано, какие причины доводят до этого человека. Потому что на самом деле, да, статистика такова, что, в принципе, фактически, можно сказать, я вот читала, вот она, вот эта вот цифра, она меня впечатлила, что каждые 40 минут, каждые 40 секунд совершается одно самоубийство. Это кошмар, конечно. Это кошмар, да, это кошмар. И оказалось, что от убийства погибает не столько человек, сколько от самоубийства. А попыток к самоубийству, да, вдвое больше. И эта наука, она основывается на, я уже говорила, что это междисциплинарная наука, то есть она старается и с точки зрения психологии, социологии, психиатрии, антропологии, взглянуть, ну, со всех сторон взглянуть на это, чтобы, естественно, предотвращать, да. Даже такая наука, как нейропсихология, проводится с теми людьми, у которых были попытки к самоубийству, проводятся дальше нейропсихологические тесты, чтобы понять, в чём же вот причина. А поняли учёные, в чём причина, или это пока ещё не совсем понятно? Ну, вот, опять я, наверное, возвращусь к тому, что вопрос, он давний такой, с корнями, да. В принципе, человечество интересуется этим с тех пор, как человек понял, что он живой. Я осознал, что он смертен, и осознал тот факт, что он может сам решить, когда уйти из жизни. С тех пор, фактически, человечество этим вопросом интересуется. И в истории человечества прослеживается тот факт, что к суициду, к самоубийству в разные эпохи было разное отношение. То есть были моменты, когда это было абсолютно дозволено, даже это было нормой в обществе. Например, вот в разных культурах, да, Китай, Япония, Индия, были такие обряды, когда старики уходили в лес, да, он так и назывался лес забвения. Почему так происходило, и почему это было нормой в обществе? Человеку тогда проходилось не так легко, как нам сейчас, да. Человек тогда искал себе пищу, чтобы прожить. То есть клан, то есть выживаемость клана зависела от того, сможет ли человек найти себе пропитание. А уже старик и больной человек, это как бы абуза. И общество, это было абсолютной нормой, то есть общество с этим соглашалось. И вот старики оставлялись сами, уходили, ну, на голодную смерть, или иногда даже выбрасывались со скал, были такие, вот в кельтской культуре это наблюдалось. В Древней Греции вот пиршество сначала старики устраивали, знаете, такое прощальное пиршество, затем принимали яд. Было ещё вот в эпохе человечества такой период, когда в той же Древней Греции не всем было дозволено самоубийство. А, это серьёзно? Да, было и так. Например, то есть патриции, да, они философы, генералы, им было это дозволено. И это как бы даже было похвально. А, серьёзно? Да. Тогда, когда вот плебеи и рабы, то есть им это запрещалось. То есть уже на государственном уровне решалось, кому вот, например, можно совершить акт самоубийства, кому нет. Один из таких случаев, которые мы знаем, это уход Сократа из жизни. Если вы помните, да, вот как он принимает яд, это было на государственном уровне. То есть его вот, его казнили таким образом, что он сам принял яд. Но ситуация менялась с приходом, ну, религия, естественно, большое влияние на этот вопрос вообще оказала, да. И самое главное, христианство, да, с приходом христианства изменилось отношение к этому, потому что в христианстве это грех. Да, и те, кто совершают самоубийство, они не в изгнании, да, в забвении их, и не проводятся эти вот дальнейшие ритуалы. Да, да, их же и хоронили за оградой кладбища, и нельзя было их отпевать, то есть это был большой грех. Так и было. То есть до сих пор так в христианстве, кстати, да, вот для верующих людей это очень проблемная тема, потому что до сих пор за упокой души не возьмётся, да, священник, потому что человек совершил грех против Господа Бога, да. Да, в христианстве как это объясняется, что Бог дал тебе жизнь, и только Бог может взять эту жизнь. Вот, с приходом христианства изменилось, но интересный факт то, что в разных странах, вот, например, в странах, где католицизм и православное христианство, разный показатель суицида, то есть католические страны, процент показателей суицида выше в католических странах. А интересно, с чем это связано? У них какие-то более строгие нормы, правила? Наоборот, в православии, вот оказалось, я тоже вот интересовалась, читала, узнавала у специалистов, с чем это связано. В католицизме такое личное отношение с Богом, то есть как бы я напрямую с Богом, да, вот так получается. И человек, он берет больше ответственность на себя, и в вопросе своей собственной жизни и смерти он тоже берет ответственность на себя. Вот такой вот интересный, конечно, спорный, одновременно и спорный, и тяжелый такой вопрос получается в странах, где католицизм. Так как православие, оно вот определенно греховный поступок в православии для верующих православных христиан. В буддизме, например, испокон веков, почему эти страны до сих пор, кстати, вот Япония до сих пор является лидером среди, кстати, детского самоубийства. И страны, где буддизм развит, оказалось, что, опять-таки, философия сильно влияет на выбор вот этого поступка. Потому что буддизм отмечал такую вещь, что существует единая душа, каждому человеку она дается, частичка души дается, и со смертью эта душа возвращается в единое пространство. А так как у них еще и существует такое понятие, как реинкарнация, да, то есть сама жизнь не имела такую ценность. Да, да, да. Выходила такая, знаете, ловушка. Временное пребывание. Временное пребывание, да, все верно. То есть, и, в принципе, если у них так выходила, знаете, реально мыслительная ловушка, так как, ну, не удалось у меня в этой жизни, да, попробую я в следующей, так как они были уверены в том, что они и сейчас уверены, да, вот существует у них вера в реинкарнацию, и они уверены, что вот в следующей у меня выйдет лучше. А также вот, ну, я там частичка единой души, да, Бога, и я к нему возвращаюсь. То есть, да, надо... То есть для них это не грех, это нормально. Да, то есть, да, вот жизнь у них, ценность жизни как таково не такая, может быть, не настолько она ценная сама жизнь по себе. Вот это так оказывается. А вот, скажем, ну, а вот если смотреть, рассматривать Эстонию, да, то есть здесь очень большие цифры, ну, страшная статистика на самом деле по количеству самоубийств. А как вы думаете, что вот именно в Эстонии может так сильно влиять на людей? То есть, ну, тут, по идее, и православные, и католики проживают, что, я не знаю, может, это климат, мало солнца, или что это вообще такое? Знаете, я тоже думала об этом. Во-первых, я скажу вам, что среди северных стран, северные страны всё-таки, к сожалению, лидируют, опять-таки, очень большой, к сожалению, показатель среди суицидов. Это и Норвегия, и Финляндия, и Эстония, и Германия. Опять-таки, в основном это страны, где католицизм превалирует. Это раз. Во-вторых, лично я думаю, да, вот как человек немножко с другой культуры, выросший в другой культуре, что, естественно, то, что солнца мало, это действует на людей угнетающе. Но, с другой стороны, лично я замечаю, что в основном люди здесь и не католики, и не православные. В основном они атеисты. Личное моё общение и то, что я читала, указывает на то, что это атеистическое общество. И по отношению этого я бы хотела ещё один момент такой, об одном моменте поговорить, что социология также старается помочь суицидологии и подать свои знания. И один из таких известных социологов, это отец социологии, фактически Эмиль Дюргейм, он в своё время изучал, он даже написал книгу одноимённую «Суицид». И он изучал этот вопрос, интересовался с точки зрения социологии. И он выдвигал несколько теорий, что в основном общество, общество виновата в том, что какой-то определённый индивидуум не может влиться, войти в общество. То есть он как бы отгороженный сам по себе, как белая ворона. То есть это идёт как некое равнодушие со стороны общества? Со стороны общества, да, в принципе, такое, знаете, закрытое. Что я лично наблюдаю в Эстонии, например, да, это в принципе закрытое общество. То есть я не замечаю особого соседства, например, да. Люди, они общаются, естественно, но качество общения другое, теплота, что ли, теплоты не хватает в общении. Это вот я говорю как человек из другой культуры, да. И всё это, опять-таки, если вот основываться, приходить опять к его теории, да, вот он выдвигал такой, он рассказывал о таком феномене, как аномия. И что значит эта аномия? Это означает, что если в обществе нет вот таких, знаете, чётких правил, чёткого разделения, что есть хорошо, что есть плохо, всё такое довольно неустойчивое, и непонятно, где границы хорошего, где плохого. Вот он именно указывал, я вот своими словами постаралась объяснить, что такое аномия, да, у него там целый трактат, на самом деле, об этом. И вот он указывал, что вот такое вот размытое, такое абстрактное понятие, что есть хорошо, что есть плохо, что дозволено, а что нет, ведёт человека, естественно, не каждого человека, а вот мы уже, потом уже, наверное, я раскрою именно психологические моменты суицида, да, это же определённый тип людей с определёнными психическими особенностями. И вот такое состояние в обществе, о чём говорил Дюргейм, да, аномия, она, естественно, способствует к такому суицидальному поведению. То есть это получается, что если человек неверующий, да, у него нет каких-то устоев, устоев, канонов, то получается, что он как-то немножко теряется, и общество его не поддерживает. И общество не поддерживает, и он чувствует одиночество, и вот именно Дюргейм подчёркивал такие понятия, как вот чёткое понятие, что есть хорошо и что есть плохо, да. Ну, к слову, да, в истории человечества всегда были такие эпохи, когда, ну вот Спарта, да, там так все знали, что есть хорошо, что есть плохо, какие были ценности. Или, опять-таки, возьмём тоже радикальное это, но всё-таки в Советском Союзе все понимали, что хорошо, что есть плохо, да. Ну да, была некая идеология. И была идеология, и люди понимали, что дозволено, что не дозволено. То есть, на самом деле, отсутствие идеологии, когда каждый может делать, что хочет, оно на самом деле всё-таки несёт некие риски. Несёт, да. И вот даже я сейчас отмечу, вот в разговоре с вами, мне подумалась, знаете, мысль такая пришла, что в детской психологии же тоже так, на самом деле. То есть, родитель, у которого нет чёткой схемы воспитания, родитель, который всё абсолютно дозволяет, что показывают, на самом деле, именно показатели таких детей, они потерянные, как будто, да. Дети, у которых есть определённый режим, и которые знают, что можно делать, а что нельзя, а что для них, что может быть для них вредно, а что опасно, эти дети, они растут в такой психологически комфортной атмосфере. Они знают, что их любят, что о них заботятся. И если с этой точки зрения посмотреть, то я как бы ещё лучше понимаю вот эту вот точку зрения Дюргейма, социолога, когда он говорит, что каждый человек в обществе, наверное, хочет почувствовать себя, как в семье. Да. Хорошо, спасибо вам огромное, Тамара. Мы продолжим после рекламы. Я напоминаю, что в эфире программа «Лабиринт», и я ведущая Кристина Карула, а в гостях у нас психолог Тамара Малишала. Хаким Рейки Ломи-ломи массаж позволяет эффективно восстановить жизненные силы. Вы ощутите прилив радости и любви, состояние гармонии и счастья. Тоилы-спа – это совсем рядом. Рейки И мы продолжаем нашу программу. Я напоминаю, что у нас в студии психолог Тамара Малишава. Тамара, давайте тогда продолжим с психологическими моментами этой проблемы. Да, давайте, потому что на самом деле это очень серьёзный вопрос. И мне бы хотелось бы донести то, что я хотела бы донести. А именно, мы говорили о том, существуют ли люди с такой группой риска. Да, существуют. Существуют, и об этом их исследуют. Вот это в основном люди, которые совершали попытку самоубийства. И, слава богу, остались живы. И с ними дальше уже их обследуют. Это нейропсихологические, это психологические обследования. И эти обследования показали, что суицид это такой, знаете, биопсихосоциальный фактор. То есть, тут надо учитывать то, что чисто на биологическом уровне гормональный фон у этих людей меняется. То есть, человек как единое существо, у него от того, что у него и психические особенности меняются, у него меняется и гормональный фон. И об этом показывают исследования, да, вот у них происходит, оказывается, такой, знаете, обратный охват серотонина в головном мозге. Это вот я к тому, что чисто биологически, да, я не буду зацикливаться на этом, это не мой профиль. Но чисто биологически у этих людей меняется состав гормона. Но кроме этого, что происходит с их психикой, кто эти люди? Это такие сензитивные люди, это особо чувствительные люди. Их нельзя назвать, знаете, бывает толстокожий человек. Это наоборот, они очень хрупкие, очень чувствительные люди. Эти люди, для них характерна вот в мышлении ещё такая особенность, они мыслят полярными категориями. То есть, у них или всё хорошо, или плохо, или всё белое, или всё чёрное. То есть, они или я красавица, или я урод. У них нет таких полутонов, они не различают вот этих полу... Именно полутонов, да. Им сложно также со стороны на себя посмотреть, да. Вот это очень хорошая способность, если у нас какая-то проблема, задача, взглянуть на это со стороны. То есть, на себя взглянуть со стороны. Им сложно с этим. А ещё вот наиропсихологическое исследование показали, что у них такое... Есть такое понятие, как словесная беглость. И у них с этим сложно. То есть, у них сложно с коммуникативными способностями. Вот они даже, может, и очень хотят выговориться, но они не могут. То есть, это может быть человек, если, допустим, ну я на работе, или где-то там в компании друзей вижу человека, который отмалчивается. И если он что-то высказывает, то вот он либо всё хорошо, либо всё плохо. То это может быть звоночек, что это вот такой человек. Это да, это может быть именно человек из такой группы Рыска, да. Да, они очень эмоциональны, они очень чувствительны. Их что-то маленькое может обидеть. Для них так же характерно, что у них не так хорошо развито чувство юмора. Да, они не могут над собой посмеяться. То есть, над ними нельзя шутить. Не стоит шутить над ними, да. Вот всё, что я сейчас говорю, характерно для подросткового периода. Да. Но вот есть люди, которые всё-таки, несмотря на то, что они вроде переросли подростковый период, да, этот пубертатный период, вот эти характеристики остаются для них характерны. К этим людям ещё относятся представители ЛГБТ, да, меньшинства. А что это значит? Меньшинство, да, вот это сексуальное меньшинство, они тоже находятся в группе Риска. Потому что, несмотря на то, что вроде да, там, несмотря на то, что мы цивилизованное общество, всё-таки в корне общество их не принимает. Да, да, но общество не согласно ни с этими гей-парадами и так далее. И очень многие нетолерантно к ним относятся. То есть, они вот те самые изгои, те самые белые вороны, о которых я говорила, когда мы говорили о социологических моментах. Да, вот общество их не принимает. В основном они из-за этого очень чувствительны. И вот, если у вас есть в друзьях такие люди, вы могли бы заметить, что они очень чувствительны. И вот они именно находятся в зоне риска. Они могут в один прекрасный момент решить, что без меня будет как бы легче. А вот, ну, допустим, если я хочу помочь кому-то из своих близких или коллег, на что мне в первую очередь следует обратить внимание? Когда у него вот что-то перещелкнуло в голове, как это отражается, как это видится со стороны? Да, это хороший вопрос, потому что на самом деле суицид — это поведение, да, это акт. И к этому акту человек готовится. Даже если это под аффектом происходит, да, аффектное самоубийство, есть такое понятие, то человек все равно к этому шел. То есть он себя подготавливал к этому. И, да, определенные звоночки к этому существуют. То есть такой человек часто может говорить в разговоре, что «мне жизнь надоела, я жить больше не хочу». После этого он может и посмеяться, и пошутить, но все это абсолютно поверхностно. Потому что в основном, да, это такое кризисное состояние, когда человек уже решает, что вот он дошел до той точки, что его никто не понимает. Он чувствует такое глубокое одиночество, горечь из-за того, что ему не с кем выговориться и поговорить. Он уверен в том, что его ситуация абсолютно безнадежна. И вот этот кризис, его внутренний духовный кризис, его приводит к тому, что он планомерно к этому готовится. И вот я вот говорила вам, что попыток к самоубийству среди женщин оказалось больше, но сам акт самоубийства совершают больше мужчины. И даже причины оказались разными. Но, да, я все-таки вернусь к тому, на что стоит обратить внимание, да. Это вот высказывания, вот эти самые высказывания. Человек, у которого все хорошо, и у которого много планов на жизнь, который смотрит в светлое свое будущее, он вряд ли будет говорить, что ему жизнь надоела. Ну да, вряд ли. Да, или что, знаете, без меня будет лучше. Это вряд ли, да. То есть обратить внимание на это стоит однозначно. Еще они от того, что считают, что их мало кто поймет, что их ситуация абсолютно безнадежна, им не так легко общаться. То есть их круг общения очень суженный. Им вообще характерно вот такое, знаете, суженное сознание. Это еще называют туннельное сознание, да. То есть оно очень ограничено. То есть человек наш чем-то одном зациклился. На чем-то одном зациклился, да. На чем-то одном зациклился, и он даже не видит выхода во всем этом. И психология также разделяет такие понятия, как вообще смысл самоубийства. Оказывается, каждый человек, каждый суицидальный акт имеет определенный смысл. Это может быть протест. Он протестует человек против или определенных людей. Да, вот у него дома кризис. И своим самоубийством он хочет вот наказать. Это вот свойственно для подростков. В основном свойственно для подростков, что вот вы меня не поняли, и я вот так вот вас накажу. Это может быть еще такое понятие, как самонаказание. Вот человек решил, что все, что он сделал в жизни, настолько невыносимо, что он недостоин жить. То есть он самонаказывает себя этим поступком. Или же он хочет избежать наказания. Вот он считает, что его за что-то накажут. Или он изгой, да, изгой в обществе. Или вот идет на него травля, что бывает в основном в школах. В школах бывает часто. Да, в школах бывает часто. Там бывает национальный вопрос, или вопросы, связанные с полом, или много таких вопросов. Но вот под давлением этой травли, да, человек решает, что он лучше сам избежит этого наказания. Или же он хочет избежать страданий. То есть причины могут быть разные. Это или неизлечимая болезнь. Да, человек решил, что ну все, он, ну к чему ему жить, он все равно умрет. Опять-таки, всегда человек решает, неизлечима ли его болезнь. Или же он будет бороться. Если он опустил руки... Да, да, кстати, да. Да. Если он опустил руки, то да, он будет просто планомерно к этому идти. И особенно важно обратить внимание на то, как человек реагирует на шутки. Остро реагирует на шутки. Да, это вот именно те люди, которые находятся в зоне риска. Обижается ли он на то, на что бы вы ни обиделись, да, вам бы в голову не пришло. А он обиделся. Там закрылся в себе, не разговаривает с вами, не идет с вами на контакт. И вот всегда стоит помнить, что им сложно контактировать. Они очень хотят. Иногда вот сам акт самоубийства, это вот, знаете, такой прям крик о помощи, своеобразный, да, феноменальный крик о помощи. Но им сложно идти на контакт, им сложно выговориться. Я вот отмечала, что есть у них такая нехватка, да, словесная вот такая, verbal fluency, говорится по-английски. То есть это словесная беглость, у них отсутствует она, они не могут просто вот контактировать, хотя очень хотят. Ну, видимо, у них тогда и, ну, как бы общения мало тоже. Общения мало, да. А вот, скажем, если, ну, я опять вот к тому, что можно сделать. Если, допустим, я заметила такого человека, а что тогда делать? Вот у меня вот появились вот эти звоночки, то есть куда-то обратиться к психологу, или вот какой был бы правильный шаг? Если вы замечаете, что, вы замечаете вот это у ребенка или у подростка, то однозначно, конечно, надо сказать о своих опасениях родителям, потому что, в принципе, он пока еще несовершеннолетний, и за него несут ответственность родители. Хотя и вы, если вам там дозволено общаться с этим ребенком, то что можно сделать, это обратить внимание на него и начать с ним разговаривать. Самое главное, и я вот особенно подчеркну, не надо давать этим людям советы, потому что вот у них состояние такое, когда они думают, что их ситуация безнадежна абсолютно. Они считают, что их никто понять не может. В принципе, все, что нужно сделать, это выслушать этих людей. То есть просто поговорить, просто дать ему выговориться, ничего больше не делать. Просто дать выговориться, это, знаете ли, не так легко, да. Этот человек должен понять, что его выслушали, что он не так одинок, что он не является, знаете, один-один со своим страхом, со своей безнадежной ситуацией. И это уже, это уже громадная работа. Вот если даже вы просто проявляете заботу, внимание, и человек чувствует, что он кому-то интересен и нужен, это уже может изменить его отношение к своей ситуации. Что и нужно сделать, чтобы человек просто с другой стороны на это посмотрел. А если, допустим, не помогло, или я как не специалист, я же не могу, скажем, точно определить, вот помогло это или нет человеку, то тогда следующий шаг – это всё-таки обратиться к психологу, наверное, да. Обратиться к психологу, да, по возможности. Есть центры же, опять-таки, суицидология, она старается, профилактические меры, да. Вот есть, в каждой стране есть такие центры, куда можно позвонить, и они обязательно дадут вам определённые рекомендации, что же делать и как вести себя дальше. Есть экстренная психологическая помощь, когда человек, то есть психолог придёт к человеку туда, куда ему надо, да. Потому что таких людей очень сложно бывает ещё и отвезти к психологу. Ну да, да, они, наверное, сами-то и не хотят идти. И не хотят, да. Хорошо, Тамара, скажите, пожалуйста, вот вы, как практикующий психолог, что вы могли бы посоветовать делать всем нам, чтобы мы не впадали в такие состояния, чтобы у нас всегда было хорошее настроение, мы были здоровы и счастливы? Да, я говорю часто насчёт вот этого, что делать на самом деле. Я вот вижу, что, например, в Эстонии, что мне очень нравится, есть культа спорта. И культа физического здоровья, красивого тела. Это отлично, это просто отлично, но человек-то единое существо, да. Как и спорт, во время спорта выделяются, да, там эндорфин, тоже гормоны меняются. В здоровом теле здоровый дух. В здоровом теле здоровый дух. Но и наоборот, в здоровом духе, да, не бывает просто нездорового тела. То есть я о чём? Что так же, как и мы заботимся о своём теле, мы можем заботиться о своём психическом состоянии. Вот, а как это сделать? Как это сделать? Я часто говорю, подзаряжайте себя. Заряжайте, я не знаю, танцуйте, гуляйте, ходите, общайтесь с людьми. Ну, не получается у вас общаться с людьми? Пойте. Танцотерапия, да, это испокон веков показывает, что танцуя, и не важно, что вы там не находитесь, не являетесь балериной, или вы там в каком-то направлении не развиваетесь, не важно. Просто танцуя, тело выражает, оно как бы может сбросить весь негатив. То есть, в принципе, можно делать то, что мне нравится, и в итоге я буду чувствовать себя хорошо. Обязательно, вот почему я говорю пейте, да, неважно, если у вас даже нет слуха, пойте, потому что песни, они из-за якорения в нашем сознании, да. Ваша любимая песня обязательно включит в вашем сознании вот этот эмоциональный настрой, да. Например, вы там потусились с друзьями под определённую песню, эта песня уже заряжена для вас, включайте и пойте её. То есть, прям с утра, вот с утра, так, знаете, распрямились, улыбнулись себе, даже если не хочется, то на клеточном уровне у нас уже записано, да, вот мы улыбаемся, значит, у нас всё хорошо. И через какое-то время у нас, правда, всё хорошо. Я вот, кстати, была на одном тренинге, там давали совет, что какое-то время, ну, допустим, каждый день, там, по 5 минут, просто держите улыбку. Всё верно, всё верно, да. Уже весело становится, то есть, получается, что мы через тело воздействуем на эмоциональное состояние. Так и есть, да. Так и есть, это были исследования Джеймса Ланге, то есть, они предположили, что не только, вот знаете, там, если мне хорошо, я улыбаюсь. Всё верно, но если я просто улыбаюсь, то через какое-то время мне хорошо. Мне становится хорошо, да. Да, это вот, знаете, как, меняя места, да, слагаем их, там сумма не меняется, то же самое получается в данном случае. Хорошо, очень интересно, спасибо огромное, Тамара. Спасибо вам. Очень много интересной информации получили. И мы напоминаем, что в эфире программа «Лабиринт». До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok